Йеменские повстанцы Хуситы атаковали позиции войск Саудовской Аравии на ее территории у северной границы с Йеменом. Вторые сутки сила коалиции бомбят йеменскую столицу Сану. По последним данным, количество жертв воздушных ударов достигло 65 человек. Напомню, в военной операции «Буря решимости» против повстанцев Хуситов, захвативших часть Йемена, участвуют 10 стран, в том числе 6 государств Персидского залива. Но любая буря на Ближнем Востоке из-за нефти, говорят аналитики. Подробности в материале нашего международного обозревателя Гульнары Айсаковой. Первым на новость об интервенции отреагировал тот, кого это касается напрямую, нефтяной рынок. Цена на нефть марки «Брент» подскочила на 5%. Несмотря на то, что Йемен не является значимой нефтедобывающей страной, а нефтехранилища по всему миру уже не вмещают в запасы черного золота. Но Йемен находится у самого центра мировой нефтеторговли, у пролива Баб-эль-Мандеп, что в переводе с арабского означает «врата скорби». Так этот пролив назвали из-за трудностей навигации, но сейчас неформально называют «нефтяными вратами в Европу». Через него танкеры везут нефть из Персидского залива к Суэцкому каналу и, заплатив за проход Египту, дальше доставляют на НПЗ Средиземноморье и Европе. Этот же маршрут является кратчайшим из Африки в Азию. Эксперты говорят, тот, кто владеет Йеменом, контролирует поставки нефти от главных мировых месторождений на главные мировые рынки нефти. Кстати, в этой коалиции есть еще один непрямой участник. При проведении операции «Буря решимости» Вашингтон будет оказывать Саудовской Аравии помощь в сфере логистики и разведки. Мы будем работать с нашими партнерами над тем, чтобы оба пролива, Армузский и Баб-эль-Мандепский, оставались открытыми. Это в наших общих интересах. Аналитики полагают, что пока запасов НПЗ достаточно, чтобы сдерживать цены. Политики же считают, что ситуация гораздо сложнее. Не думаю, что сейчас можно говорить о какой-то серьезной проблеме с поставками нефти. Если бы это было так, то скачок цены на нефть был бы гораздо более существенным. Мы на грани прокси войны между Ираном и суннитскими арабскими государствами, которая может перелиться в Сирию, Ирак, Бахрейн, Ливан и Орданию. Ближний Восток сейчас пороховая бочка. Сейчас там каждый сам за себя. Вакуум, который стал следствием провала нашей политики в регионе, может привести к невиданному раньше массовому кровопролитию между суннитами и шиитами. Конфликт может перейти в затяжную фазу, если население Йемена объединится в ситуации внешней интервенции. Затяжная или опосредованная, любая война в этом регионе приведет к тому, что баррель черного золота может стать действительно на вес золота, говорят биржевые аналитики. Гульнара Исакова и Каракос Кинжибаева.